Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Сегодня мы наблюдаем изменение читательских приоритетов и отношения к чтению. Особенно это заметно при работе с молодым поколением. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, нужно находить новые формы и методы работы, и они находятся. Важно отметить также и то, что виртуальное пространство и социальные медиа – это новые открытые площадки для реализации библиотечных проектов. Сегодня Самарские библиотеки имеют собственные веб-страницы, страницы в социальных сетях, блоги, создаются краеведческие порталы. О проектах и инновациях в библиотеках я говорю сегодня с Инной Александровной Ямщиковой, заведующей отделом проектных технологий Самарской муниципальной информационной библиотечной системы. Здравствуйте, Инна Александровна! Здравствуйте! Ну что же, мы с вами виделись последний раз в прошлом году. Начался год новый, и, конечно же, я хочу вас спросить о том, что нового запланировано в библиотеках Самары, и чем уже, какими проектами вы начали удивлять самарских читателей? Спасибо за вопрос. Действительно, нам есть о чем рассказать. Самарская муниципальная информационная библиотечная система радует своих читателей, своих зрителей, своих участников различных мероприятий богатыми проектами, в том числе и в рамках Пушкинской карты. У нас реализуется несколько проектов в библиотеке филиале номер 8 и в Центральной городской библиотеке имени Крупской. Ну, то есть в модельных библиотеках крупных. Проекты достаточно интересные. Среди них есть литературная мафия, есть и образовательные интересные проекты. Так что добро пожаловать всем учащимся и, соответственно, студентам, кто в рамках Пушкинской карты у нас есть по возрастному цензу. Ну вот, вы знаете, хотелось бы поговорить о таком популярном жанре, как фэнтези. Мы с вами не раз говорили на эту тему, и я знаю, что проекты обретают новое дыхание. Скажите, а вот в чем все-таки популярность на сегодня именно жанра фэнтези? Ну, наверное, не будет секрет ни для кого, что человек всегда стремился выйти за границы своего мира, расширить границы своего бытия, так скажем, пообщаться с чем-то большим, чем сам человек, научиться чему-то большему. И в этом всегда помогали нам сказки, мифы, легенды, книги, а когда, уже позже, да, книги о путешествиях, о приключениях и, конечно же, фэнтези. Ну, а вот фэнтези сегодня, какое оно, на ваш взгляд? Фэнтези как жанр, он меняется с течением времени. Конечно, мы сейчас уже реже можем встретить эльфов, добрых волшебников, драконов как таковых. Хотя драконы встречаются, но что очень интересно, что они сейчас перевоплощаются в людей, да. Вот такая магия. А магия и что-то такое волшебное, вдохновенное всегда интересовало наших читателей, всегда интересовало человека, когда он сталкивается с чем-то необъяснимым. И вот в том числе фэнтези сейчас идет именно по этому направлению. Сейчас, если мы смотрим именно по жанру фэнтези, то все больше и больше мы встречаем, что фэнтези сталкивается с реальностью. То есть мы только что прочитали это в книгах, и буквально через какой-то короткий промежуток времени мы можем это видеть, в своей жизни встретить. Так что такой взгляд в будущее у фэнтези тоже есть, как прорицатели. Ну, некоторые примеры, наверное, вы можете и сами привести, когда встречаетесь с этим. Потом очень интересно, как человек переживает свое прочтение данного содержания. Если нам понравился какой-то отрывок или фрагмент из романа или повести, то мы, конечно же, всецело поглощены в нем и чувствуем себя в нем. Как будто бы расширяются наши границы, и мы становимся самим героем. И, конечно же, нам становится подвластно абсолютно все, о чем пишет автор. Но здесь и приближение к автору тоже. Ну, мечтать и фантазировать возможно и можно, и нужно, на мой взгляд, в любом возрасте. Но все-таки скажите, какая в основном аудитория у жанра фэнтези? Вот нам бы хотелось, чтобы большую часть нашей читательской аудитории, читательская аудитория данного проекта, составляли 16+, и, соответственно, пока мы с ней расхочется читать. Но, тем не менее, некоторые авторы, которые пишут для детей, например, Дмитрий Емец, интервью с которым вы можете посмотреть на нашем канале, на нашей сети в группе ВК, ниже будет, наверное, ссылочка, подробное описание проекта. И Дмитрий Емец говорит, что он пишет, в принципе, для подростков, как и Олег Кожин. Но, тем не менее, данные произведения могут читать не только подростки, но и взрослые. Все хотят верить в сказки, все хотят видеть чудеса, и в том числе эти произведения достаточно интересны будут и взрослому читателю. Вы сейчас сказали о социальной сети, что у вас есть своя группа. А вот скажите, какую реакцию вы ждете обратно от участников группы, ну, собственно, вот, которые вас смотрят, слушают и наблюдают онлайн? Ну, конечно, нам очень важны отзывы, лайки, просмотры, как это всегда. Но, тем не менее, мы бы еще и хотели и такой активный отклик. Может быть, вы будете писать о своих любимых произведениях. Может быть, станете участниками наших литературных диалогов. В том числе можно это сделать и в онлайн-формате. На перспективу мы такой вариант рассматриваем. Поэтому самые активные участия и самые активные отзывы, отклики, все будет приниматься для нас с радостью. Ну, все-таки, наверное, это молодая аудитория этого проекта, да? Да, если все-таки говорить об основной аудитории. Да, конечно. Да? Да, конечно. А вот, кстати говоря, вы сами читаете фэнтези? Какая ваша любимая книга? Ну, фэнтези, конечно, я читаю. Жанр это очень интересный. Для меня он открылся совершенно недавно. И вот сейчас, в принципе, в преддверии, так скажем, Нового года, мне попался очень интересный автор Антон Демченко. И я с удовольствием его прочитала, познакомилась с различными его циклами, в том числе с еще пока не оконченным циклом, который называется «Носорог». Так что возьмите на заметочку, очень интересно будет почитать. Тем более, что обсуждение данных произведений вы можете найти в нашей группе ВК. Ну, и взять, почитать книги этого автора тоже возможно в библиотеках? Или все-таки сейчас люди предпочитают читать электронные книги? Литрес, кстати, у вас тоже, да, предоставляется подписка? Все это возможно. Вот расскажите об этом. Какие возможности сейчас перед читателями открываются вот в плане самого чтения? Да, в плане самого чтения читатели сейчас очень широкие границы. Они расширяются, широкий выбор становится, потому что можно почитать не только бумажную книгу. Антон Демченко, о котором я говорила, да, у нас есть его произведение в библиотеке, вы можете взять. В том числе, если вы привыкли к электронной книге, то наша Самарская муниципально-информационно-библиотечная система располагает таким ресурсом, как Литрес. До 10 дней вы можете читать книги абсолютно бесплатно, являясь нашим читателем. Так что пользуйтесь. И также есть другие сайты, другие ресурсы, на которые можно обратить свое внимание. Скажите, а прийти в библиотеку, в филиал в Самаре можно, ну, если ты живешь рядом, я имею в виду по месту прописки, или можно записаться абсолютно во все филиалы и пользоваться книгами вот в такой доступной среде? Да, наши читатели могут обратиться в любой близлежащий для себя филиал или в любой удобный для себя филиал. Всех читателей, всех районов, всех жителей мы записываем в городе Самары. Так что, пожалуйста, добро пожаловать в библиотеки Самары. Всего у нас 35 библиотек по всему городу раскидано. Так что обращайтесь. Самые дальние районы тоже у нас задействованы. Ну, давайте поговорим о конкурсах. В прошлом году был проведен Всероссийский литературный онлайн-конкурс. Как раз цикл интервью с авторами в жанре фэнтези. И итоги конкурса подведены. Расскажите, пожалуйста, вот как завершился конкурс. Самым интересным было то, что на конкурс поступали разнообразные работы. Хотя было в положении у нас заявлено, что будет приниматься русскоязычный фэнтези. Мы получили отзывы и работы от читателей по всем жанрам фэнтези, в том числе и не русскоязычные, и даже по сказкам. Наверное, первоначальное название нашего проекта смущало, потому что оно звучало как фэнтези нашей мифы и сказки. Хорошо, что не было мифов. Но, тем не менее, работы были очень интересные. Всего на конкурс поступило, на те, которые зарегистрированы в рамках положения конкурса, принятых, 102 работы. Среди них десятки работ по отзывам, около 80 иллюстраций, буктрейлеров также достаточно много. И что нас порадовало, что большое количество участников составили библиотеки. То есть это не просто библиотекари, а библиотеки как коллективы выступали участниками нашего конкурса. Это очень радостно, потому что библиотекаря является посредником, самым первым между автором самой книгой и читателем. То есть коллеги приняли участие? Да, совершенно верно. Ну вот как раз в 2023 году мы увидели, что на смену группе фэнтези пришла группа «Дирижабль», литературный клуб русского фэнтези. Скажите, чем вызвана такая смена? Ну, данная смена вызвана в том числе и тем, что у нас библиотеки стали принимать участие, и захотелось немножечко расширить границу. Ну, а потом все течет, все меняется, да? И Новый год, новые названия проекта, но и концепция проекта тоже слегка поменялась. Ну, мы решили воспользоваться моментом и расширить свои границы, и поэтому у нас теперь пересмотр именно как клуб, как сообщество некое. И раз библиотеки так хорошо подключились, то я думаю, что и в новом проекте «Дирижабль» и литературный клуб русского фэнтези библиотеки также будут принимать свое самое активное участие. Ну и, конечно же, читатели этих библиотек мы тоже с радостью ждем у себя на площадках. Продолжим сейчас разговор. Проводить свой досуг каждый любит по-своему. Кто-то любит путешествовать, кому-то по душе отдых на даче или в деревне, а кто-то любит коротать время за чтением книг. Для последних доступны широкие возможности Самарских городских модельных библиотек. Сегодня они не просто центры выдачи книг, а целые медиапространства, которые открывают для посетителей доступ к эксклюзивным изданиям, мастер-классам, творческим клубам и встречам с писателями. Все это возможно благодаря нацпроекту «Культура», как сегодня живут книгохранилища в нашем следующем сюжете. Молодая мама Елизавета Васюткина со своим сыном сейчас приходит в детскую библиотеку на аэродромной практически через день. Регулярно берут книги, в основном произведения Самуила Маршака для чтения перед сном. А в самой библиотеке занимаются в развивающей игровой комнате и вместе изучают красочные издания на удобных креслах. Для детей они более развивающие, книжек очень много, познавательные, интересные. То, что было в моем детской библиотеке, конечно, это не обоземляет. Детская модельная библиотека сейчас – это не просто взять и отдать книгу. Здесь есть формы занятия для детей и подростков любого возраста – мастер-классы, различные мастерские, кружки и творческие конкурсы. Для самых маленьких есть игровая зона и удобные кресла, для ребят постарше – медиазал с техникой и комфортные гамаки, где можно уединиться и увлеченно погрузиться в произведения. А погружаться есть во что – огромный библиотечный фонд, который регулярно пополняется книгами на любой вкус, в том числе и с интерактивным наполнением. Есть книги с секретными страницами, а есть и с дополненной реальностью, с помощью которых, вооружившись смартфоном, можно разглядеть планеты или животных. Книги объемные, книги панорамы, то есть их, конечно, лучше видеть, не рассказывать о них, а смотреть. То есть это очень привлекает современного читателя. И все эти книги есть в модельной библиотеке. Поэтому мы приглашаем детей читать не только по спискам неклассного чтения, но обратиться к нашему фонду. Он на самом деле уникальный и интересный. Все это стало возможным после ремонта, проведенного в рамках нацпроекта «Культура», благодаря которому преобразилась также и Центральная городская библиотека имени Крупской. Здесь тоже есть множество интересных изданий для детей, книги, которые будут интересны подросткам и которые довольно трудно найти в продаже. Для взрослых также большой выбор как художественной, так и научно-просветительской литературы о разных сферах жизни. Для более искушенных читателей есть и оригиналы классических зарубежных произведений на английском, немецком и французском языках. Даже если какого-то издания нет, то специалисты помогут найти интересующую книгу. У нас есть отдел, единый фонд межбиблиотечного взаимодействия. То есть мы можем из своей системы заказать, в какой библиотеке она есть, можем обратиться к областным библиотекам. Мы себе берем это на заметочку. Если вдруг какой-то книги нет, у нас ведется картотек отказов, где в дальнейшем эта книжка будет приобретена. Вечерами в библиотеке регулярно проходят творческие клубы, мастер-классы, встречи авторов с читателями, книжные и киноклубы. Расписание ближайших событий доступно на интернет-ресурсах учреждения. Кроме того, деятельность библиотеки теперь выходит и за стены здания. Совместно с городскими историками и краеведами проводятся пешеходные экскурсии по городу, по литературным местам, которые так или иначе связаны и с классиками русской литературы, и с современными авторами. Мы программно-целевым методом работаем абсолютно и исключительно в целях национального проекта для того, чтобы любой человек, проживающий на территории города, приехавший к нам в гости, имел возможность посетить библиотеку, которая стала не только центром выдачи книг, но и проведением мероприятий всесторонне развивающих человека. Модельные библиотеки сегодня предлагают большой выбор разнообразных занятий для того, чтобы качественно и комфортно провести интеллектуальный досуг, узнать и прочитать и открыть для себя много новой и интересной информации. Итак, название проекта «Дирижабли». Расскажите, пожалуйста, почему оно такое? Как я уже говорила, нам попалось произведение Антона Демченко. В данных циклах произведений автор очень интересно расписывает «Дирижабли». Вообще это такое направление фэнтези, как стимпанк, что очень интересно и нас поразило. И, конечно же, вспоминая описания «Дирижабли», которые были только впервые увиденные, это как люди буквально замирали, увидев «Дирижабли», описывали множество произведений, созданных под этим впечатлением. Это был такой культурный шок, если можно так выразиться, когда увидели данные летящие, громоздкие, такие величественные объекты. И нам показалось интересным, и даже есть, может быть, нашли такую связь, не только благодаря произведениям Антона Демченко, но и вообще, если мы, когда мы читаем произведения, мы как бы взмываем над нашим бытием, над нашей вот этой вот всей рутиной жизненной, и плывем выше и становимся выше сами для себя, открываем какие-то новые горизонты, летим так же неспешно, как плывет «Дирижабль». Вот, наверное, в рамках этого мы и назвали так проект «Дирижабли» «Литературный клуб русского фэнтези». Инна Александровна, а расскажите, пожалуйста, что ждет участников группы и нынешних, но и, соответственно, будущих? Да, конечно. Ну вот в ближайшее время, 12 февраля, у нас ждет встреча с Ириной Котовой. Это автор в жанре фэнтези, который известен по циклу «Королевская кровь». И наша встреча с автором будет посвящена как раз данному произведению, ну и вообще ее творчеству. А также нам очень интересно познакомиться с самим автором, что же он из себя представляет, потому что циклы интервью, которые были у нас до этого, они были посвящены всем авторам, и авторы открывались для нас не просто как писатели, а как очень интересные люди, которые занимаются не всегда только писательским трудом. Среди них можно встретить и бухгалтеров, и среди них можно встретить и людей военного дела. Так что приходите, будет интересно. Расскажите об этом авторе. Я имя не совсем запомнила, фамилия Котова. Ирина Котова. Да. А откуда она родом и почему выбор пал именно на этого автора? Ирина Котова – уроженка города Санкт-Петербурга. Совершенно интересным образом наша встреча с ней состоится, потому что вот буквально мы только начали знакомиться с ее произведением, и вдруг узнали, что она скоро будет в Самаре на одном из мероприятий. И Ирина согласилась, чему мы очень, конечно же, рады, побывать в нашей библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Крупской. 12 февраля у нас состоится данная встреча в 12 часов. Цикл «Королевская кровь» состоит сейчас из 12 книг. По-моему, это не оконченный еще цикл, так что читатели ждет много интересного впереди. Это эпическая фэнтези, любовная фэнтези. В нем встречается ирония, встречается юмор, что помогает читателю легко проходить через различные перипетии вместе с главными героями и создавать такой очень интересный образ такого исторического эпического фэнтези. Здесь читатели познакомятся с множеством героев. Что интересно, что Ирина пишет так, что читатель попадает как бы вот в ее сети и уже не выбраться из них, потому что сюжет очень динамичный, постоянно меняется, что интересно читать или читать. Не скучно. А вы прочли уже несколько произведений? Да, вот «Сорванный венец» первую книгу. С этой книгой я уже познакомилась. Она достаточно интересная. Ирина Котова также еще автор сказок. Со сказками нам еще предстоит знакомство. Так что я думаю, что Ирина как автор будет интересна читателям как юного возраста, так и старшим читателям. Это книга «18+.» Ну а кого вы ждете на встречу с автором? Тех людей, которые уже ознакомились с произведениями автора? Либо это могут быть новички, просто любители фэнтези? И вот лично вы какие вопросы будете задавать автору? Конечно же, мы ждем в первую очередь участников нашего литературного клуба, потому что они будут еще обсуждать данную книгу. И это обсуждение будет выложено в нашей группе. Оно будет предварять встречу с автором. Так что вы можете познакомиться с ним. Обсуждение будет... Мы будем просто делиться нашими впечатлениями, о прочитанном. Я думаю, что автору тоже будет очень интересно об этом узнать. Ждем всех читателей, ждем поклонников и почитателей Ирины Котовой. А также всех читателей, кто любит жанр фэнтези, кому только предстоит открыть для себя этого автора, в том числе и молодых девушек, которые любят такой жанр, как любовное фэнтези. Ну а по поводу вопросов, которые задали бы вы? Ну а вопросы пусть останутся у нас за кулисьем. Ну а какие составляющие еще проекта «Дирижабли» о литературном клубе русского фэнтези? Я прошу вас все-таки подробнее рассказать о содержании как раз этого проекта. Да, конечно, с удовольствием. Проект у нас состоит из трех частей. Первый из них – это литературные диалоги, второй – это студия литературных новинок и, конечно же, наш конкурс, который стартует. Второй всероссийский литературный онлайн-конкурс «Прочитай его». Он будет стартовать 1 марта. Ну а теперь подробнее, почему же мы так резко поменяли название и концепцию, в чем она теперь выражается. Литературные диалоги. Мы столкнулись, проведя конкурсы по итогам конкурса, с тем, что читатели хотят обсуждать книги, что им это интересно. Но какие-то интересные формы для этого они, как правило, не находят. Что мы видим, когда открываем, допустим, отзывы и комментарии читателей? Понравилось? Интересно? Захватывающие. Автора будет ли продолжение? Ну и так далее. Конечно же, автору это, наверное, немножко не хватает, потому что наши интервью, такие блиц-интервью с авторами после того, как их работы появлялись на конкурсе, показывают, что им хочется нечто большего. Ведь автор перед нами буквально открывается. Он открывает всю свою душу. Ну неужели мы будем такими неблагодарными читателями, которые не могут сказать несколько больше и поделиться своим впечатлением о прочитанном? Именно этому и посвящены литературной диалоге, где мы обсуждаем прочитанные произведения вместе с участниками литературных диалогов, делимся впечатлениями о прочитанном, что нас больше всего захватило, какие фрагменты, что перед нами тогда вставало, какие картины, какие кадры, какие чувства были у нас, когда мы читали данный фрагмент. И вот это вот именно деление, так скажем, да, обсуждение того, что рядом с тобой сидит человек, который тоже прочитал это произведение, вы говорите об одном и том же произведении, а может быть ему понравился и этот же фрагмент. Вот это такая очень большая радость того, что читатель находит своего со-читателя, но и автору тоже, конечно, будет приятно посмотреть данное видео. Инна Александровна, а кого бы вы хотели видеть автором фэнтези и вот как раз одновременно и гостем вашего проекта? Может быть, это не один автор, а несколько? Да, конечно, несколько авторов. Мы рады будем абсолютно всем. Ну, вот такое вот наше читательское предпочтение для авторов, которые открывают какие-то миры. То есть, если мы, допустим, не подражничество берем, а вот авторы, первооткрыватели циклов, которые захватывают читателей буквально вот с первых строк, нам такие авторы очень интересны. И которые открывают, может быть, пробуждают в читателях что-то такое очень интересное, что человек раньше, допустим, не испытывал. Вот он испытал и хотел бы этим поделиться. Вот данные авторы для нас очень значимы. Ну, действительно, подбирать авторов достаточно сложно. Мы в поисках сейчас, клуб нашей литературной дирижабли только-только встает на... На крылья. На крылья, да. Спасибо. Поэтому будет очень интересно вместе с вами дальше продолжать наше творчество. Ну, с авторами понятно. А что и как вы планируете и чем, самое главное, заинтересовать именно участников проекта? Вот какие надежды вы на них возлагаете? Ну, и что, собственно, может быть, и как-то нужно заранее подготовиться? И чем вооружиться, чтобы выбиться в лидеры? Ну, да, наверное, направлением это будет литературный онлайн-конкурс, который, прочитая его, как я уже говорила, там будет также три номинации. Это иллюстрации, отзыв. Ну, вот насчет буктрейлера сейчас сомневаемся. Как форму, да? Ну, вот что-то такое, видеосюжеты какие-то обязательно будут. Положение разрабатывается. В конце февраля вы сможете его увидеть как в нашей группе, так и на сайте Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы с мипс.ру, так что будем рады вам всем. Ну, а на что все-таки участникам стоит уже сейчас обратить внимание? Читайте свои любимые произведения в жанре фэнтези, русскоязычного фэнтези. Пишите нам на группу ВКонтакте, пишите на сайт свои впечатления, свои пожелания. Может быть, уже захотите чем-то поделиться, и тогда ваша работа будет вне рамках конкурса. Приглашаем также библиотекарей присутствовать, принять участие в наших литературных диалогах. В конце каждого диалога мы говорим, о каком произведении пойдет речь дальше, и вы можете его прочитать и поделиться на литературных диалогах своими впечатлениями. Конечно же, о своем участии желательно сообщить раньше, заранее. Я уже проговорила выше, как это можно сделать в группе ВК и на сайте СМИПС. Ну что же, с конкурсом понятно, с проектами понятно, но я вижу, что у вас еще одна книга лежит рядом с вами, и я так думаю, что вы хотите ее проанонсировать. Да, конечно. Это книга известного, теперь уже известного иркутского писателя, Андрея Антипина. Он проживает в селе Подымахино, усть-иркутского района Иркутской области. Андрей Антипин известен как прозаик, как поэт. Его произведения, ну, невозможно просто говорить, их нужно читать. Вот данный сборник «Радуница» — это сборник его самых известных повестей и рассказов. Здесь мы разбирали и уже прочитывали произведения «Капли марта», в том числе и одноименные произведения «Радуница». И я думаю, что данные произведения найдут отклик у наших читателей. Всем рекомендую и советую. Ну что же, спасибо большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Я вас благодарю за интересное интервью. Всего хорошего. Будьте здоровы. И, конечно, идите в библиотеки. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин